В эфире сыскное дело в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Персонал туберкулезной больницы Чапаевска закрывает глаза на то, что их пациенты лечатся наркотиками. Это выяснили сотрудники госнаркоконтроля, когда нагрянули с проверкой. Под подозрение медучреждения попало, когда у двух его пациентов, задержанных в городе, нашли героин. Наших сотрудников данный факт удивил, так как люди с открытой формой туберкулеза не имеют права передвигаться свободно по городу, дабы не усугублять ситуацию. Как выяснилось, больше половины пациентов в больнице люди судимые, к тому же наркоманы. Персонал порой не в силах справиться с желанием больного получить очередную дозу. Приходится нарушать режим и отпускать на все четыре стороны. После проверки медучреждению выдали предписание об устранении нарушений. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более 7 килограммов наркотиков всего за неделю работы изъяли наркополицейские в Самарской области. Большая часть хранилась в Тольятти, где был обнаружен тайник с пятью килограммами. Это вторая за этот год крупная партия наркотиков. Еще около двух килограммов изъяли в одном из районов области, где именно оперативники пока не говорят, ссылаясь на тайну следствия. Арестовано несколько человек. Им грозит пожизненное лишение свободы. Силовики бьют тревогу. Синтетические наркотики на черном рынке сейчас очень популярный товар. Между тем, именно эти запрещенные вещества очень сильно воздействуют на мозг человека. Они способны довести его до шизофрении и вызвать в организме другие необратимые изменения. Если мы сравним, предположим, изъятие наркотических средств с 1 сентября по сегодняшний день, то героина была изъята чуть более 650 грамм, а синтетических наркотиков более 7 килограмм, что говорит о том, что проблема распространения синтетики на данный момент в Самарской области, как и во всей России, стоит достаточно острой. Ставки сделаны, ставок больше нет и не будет. В Тольятти полицейские накрыли казино. Злачное заведение, работавшее под видом интернет-клуба, располагалось в одном из домов в Комсомольском районе Автограда. Когда силовики нагрянули с проверкой, в казино находились несколько человек, гости и персонал заведения. Полицейские изъяли компьютеры, флеш-карты и деньги, добытые, предположительно, незаконным путем. Заведено уголовное дело. Оружейных дел мастера задержали полицейские и сотрудники областного управления ФСБ в Самаре. По их данным, в гараже 42-летнего мужчины был обнаружен целый арсенал пистолетов и автоматов, переделанных из травматического оружия в боевое, а также боеприпасы к ним, всего более 360 патронов разного калибра и порох. Все изъятое направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр. Правоохранители также выясняют, как задержанный собирался использовать изобретение. Возбуждено уголовное дело. Отдельно будут проведены мероприятия по установлению путей приобретения боеприпасов, порохов и запчастей, послуживших впоследствии деталями для создания боевого оружия. В 63-м регионе продолжается масштабная полицейская проверка. По распоряжению начальника областного главка МВД Сергея Солодовникова, операция, в которой участвовали более сотни полицейских, в том числе бойцы СОБР и ОМОН, прошла в Похвестнево. Ранее подобные рейды уже проходили в других районах области. Проверка и на этот раз дала результаты. Обнаружены тайники с оружием и наркотиками. Арестован преступник, находившийся в розыске. Также найдена подозрительная автомастерская. Обнаружен автомобиль «Газель», без индифекционных номеров, на которые были навешаны госномера от совершенно другого автомобиля. По данному факту собран материал проверки, в ходе которого будет установлен предыдущий владелец данного автомобиля, а также пути попадания этой «Газели» на пункт автоприема или авторазбора. Погоны и высокое офицерское звание не помогли остаться безнаказанным. В Самаре инспекторы ДПС и активисты общественного движения «Ночной патруль» задержали нетрезвого водителя. Им оказался подполковник Федеральной службы исполнения наказания. По данным полиции, незадолго до задержания мужчина совершил двойное ДТП и скрылся с места. Поняв, что деваться некуда, предложил инспектору договориться на месте. Предприниматели подсчитывают убытки. Пожар на птичьем рынке в Самаре уничтожил более 10 торговых киосков. Никто из людей не пострадал. Подробности в нашем сюжете. Пожар на птичьем рынке вспыхнул около двух часов дня. По словам очевидцев, гореть начал один из контейнеров, где торговали поролоном. Его владельца на тот момент на месте не было. Ребята подтаскивали огнетушитель из контейнеров. Все, у кого что было, там, порошковые все. Подсоединили. Тут есть специальный пожарный гидрант. Уже подсоединили. Начали поливать. Но пламя разгоралось. Вообще мгновенно. В контейнере вспыхнули прям махом. Пластик и дым. Черный дым. Стоп. Пожарные подоспели через несколько минут. К этому времени огнем были охвачены уже почти 10 контейнеров, торговавшие в основном пластиковыми трубами и шлангами. Происходило сильное задымление территории с выделением достаточно ядовитых веществ, особенно при горении поролона. На месте вызова работало 12 единиц техники, 63 человека личных сосков. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Пострадавших нет. Причины ЧП еще предстоит установить. На рынке же ходят слухи о поджоге. А в санатории Самарский эвакуировать пришлось около 200 человек. Около 9 вечера там произошел пожар. Горела вентиляционная шахта одного из нежилых зданий. Позже огонь перекинулся и на кровлю складских помещений. Площадь возгорания составила порядка 70 квадратных метров. Пожару присвоили третий ранг сложности. В течение часа его тушили 52 сотрудника МЧС. Все поставильцы и сотрудники санатория были вовремя эвакуированы. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб от него устанавливается. Я в этот момент уже готовилась ко сну. Когда пришли, сказали, выходите. Спокойно вышли, взяли документы, деньги. Пациенты были в течение 30 минут из двух корпусов. Эвакуированы. Ни одной экстренной ситуации в медицинском порядке осложнений в здоровье это не принесло. Через час пациенты были реэвакуированы по местам. Еще через час я сама обходила, делала обход. Пациенты все отдыхали, все спали. Было все абсолютно спокойно. Поддельный сыр и масло на прилавках самарских магазинов нашли сотрудники управления Россельхознадзора. Экспертиза показала, продукция не соответствовала стандартам качества. Она не прошла контроль по жирокислотному составу. Сейчас специалисты выясняют, как фальсификат попал в магазины. Кроме того, в супермаркете, расположенном в Красноглинском районе города, обнаружили некачественные мясные продукты. В них содержалась кишечная палочка. Как сообщают контролеры, руководство супермаркета привлекут к административной ответственности. ООО «Ашан» в своей производственной деятельности не осуществляет контроль и не учитывает риски при производстве мясных полуфабрикатов. Так, из 12 отобранных проб, в 8 пробах было выявлено превышение общего бактериального микробного числа и группы бактерий кишечной палочки. Такая продукция не должна реализовываться. Она может привести как к отравлению, так и к общей интоксикации организма. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok